И воробьи страшны в стае, поэтому гномов однозначно ждет успеха. Приветствую вас, друзья, с вами Верос, да, Малакай Макайясон. Движутся сейчас против много страдальных противников. Почему много страдальных, потому что мы им обеспечим эти страдания. Мы им их гарантируем. Второй стэк я все-таки отправлю по-прежнему, думаю, на Касталтына. Касталтына на этого парнишку, который обознался и теперь за это поплатится. Ну, а главный наш лорд продолжит уничтожать здесь как его земли, так и тролля. Решил подключиться к непонятному конфликту. Ну, а там действительно кто знает. Да, и Касталтыну побольше времени, может он и ахаусить со всем. Пойдет в союз со всякими юрцами, хорнами, слонишами, да. Все возможно. Мы пока что заглянуть так далеко не можем. Но вскоре получится. Хотя, если кто-то будет смотреть записи, у того заглянуть сейчас, прям в этот момент подальше, есть. Ну, в плане в записи, когда уже вышло несколько серий. Ну, естественно, это тоже запись, безусловно. Безусловно. Безусловно, это тоже запись. А почему у нас вампиры как-то... Как-то вроде бы сдаются, но при этом... Сейчас царица Кислева на юг не смотрит. Но от них практически ничего не осталось от вампиров. Ее можно понять. Говорят, что вы упиваетесь победами. Ну, неправда. Ну, давай неправда. Возьмем боевой пыл, хотя, может, и смысла от этого вообще нет. Ладно, посмотрим. Братство медведя ты взяла под свое крыло. Вполне предсказуемо. Хотя торговля, к сожалению... Которая велась уже для нас потерянным. Это, конечно, плохо. Но... Всегда и во всем вести не будут. Правильно? Макаясь. Вот он трог. Которого нужно потрогать. Да, шикарь. Тяжелая победа. Но он сливает. Искусственный интеллект сливает нам нескольких бойцов все-таки. А что получаем? Так. Ну вот следующий город... Наверное... Можно позволить брать с потерями на автобое. А сейчас я предлагаю штурмовать лично. И постараться сделать так, чтобы... Все было тихо и спокойно. Чтобы все было ровно. Тем более, эта провинция тоже будет без столицы, как таковой. В Кисливе, да. Это уникальный регион. Изначально в Третью Вахим. Здесь три крупных города самостоятельных. А провинции вокруг них, они без столицы. Вот такие вот моменты. Стрелков перехватывать. Косарики, косарики, косарики. Дальность 90. Стрелять, скорее всего, не будем. Но... Можно забегать, если со спины только. Забегать со спины и при этом им... Свинцовый дождь устроить. Вот тут мы отойдем. Отходим. Чуть ждем. Смотрим, что будет делать искусственный интеллект. Он нас, да? Решит ожидать. Безусловно, будет ждать. Ну, тогда погнали. У нас есть лес, который меня устраивает. За счет которого мы должны будем неплохо выскочить. За счет которого мы будем себя чувствовать увереннее. Подходя к противнику. Посмотрим, как он среагирует здесь. Спрятались? К сожалению, еще не все. А надо, чтобы все сейчас спрятались. Вот, это замечательно. Этот маневр мы совершили. Тут, возможно, даже сейчас кинуть стоит сразу всех вперед. Под прикрытием леса. Мы к ним еще успеем подойти. Мы к ним еще успеем подойти. Вроде бы не палит, но не реагирует пока. Кромсаем. Комсаем. Она успеем подойти. Да, ничего не может остановить нас. Ха! 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 а кавалерия со спины зашла и очень неплохо пиратам сейчас дает лилей но это мстители они будут держаться их так просто не сломить окружаем тех кто окружил наших чем вам не юлий цезарь да еще бы стену вокруг построили только с разницей с одной этих юлей цезарь и в тулупе мы конечно разобьем погнали город взят никого не слили один отряд только пострадал серьезно честно говоря не думал что кавалерия прям так больно сделает и мы не успеем подвести отряд моменту когда там был шанс слиться оператор бы оккупировать разрушить восстанавливает потери еще немножечко что перейти на следующий уровень классное обновление но он от выстрелов и все-таки тебе лично вкачать давайте урон от выстрелов урон от оружия у мстителей есть и не последнюю таки роль они должны будут сыграть мел и ремонт металку гоблинов безусловно хочу взять это будет это в планах когда мы сможем себе позволить на этом ходу ходили ресурс тут возведем лорд пропускаем по дипломатии какие-то интересные предложения опа в чем загвоздка скажи мне прежний договор с конклавом вампиров давай две сотни для нас это сейчас серьезные суммы две сотни сотни этом это пятая часть нашего бюджета насколько я помню текущего процентах и в таком соотношении это конечно звучит солидней ортодоксия но выходит новая армия как айфоны выходят блин армии у касталтином том числе сам калстан касталтин появляется да этот про то макс у него появляется приписки а вот они и орки да целом я говорил что скорее всего регион мы потеряем в провинции самый восточный регион в моих владениях но дальше уже будет гринга сложнее безусловно будь стены я уже сто процентов говорил мы удержим тут город мы его не отдадим и ничего у него не получится это если вы там были стены а у него тут черные орки сто процентов еще герой хороший кран то бой даст в любом случае бой будет и сразимся лично может и выиграем но надеяться на это я бы изначально не стал рассчитывать хочется нужно быть осторожным тут хороним зашейник столица номинальная и и обороняем и дотягиваешься до следующего поселения и в сливаются те же даже несмотря на то что пираты мстители сейчас куда покоцней все ровно сливаются просто мы не комплексуем насчет роста но рост в провинциях нам нужен проникающий эльфа бой зверобой и демонов убийца скавинов убийца орков бой биться зомби но на самом деле эльфа бой на может пригодиться если мы возьмем так там сейчас приключения соответствующие когда я именно буду брать сейчас все-таки может даже против сородичей которые перестали скрывать свою личину за все равно успеем восемь сотен мне восемь сотен я не успею на как восемь сотен многовато для нас потому что остались города многого не сделают по две сотни если бы каждое поселение нам приносила уже можно было бы попытаться за восемь ходов я успел а еще одну армию подключать сюда сомневаюсь что нам так легко пройтись тем более что ну не воюет ни с кем то у них армии будут сейчас тут есть армии в любом случае должны быть пройти через нас так вот кэшбэк смотрите увеличены с процентами за договор предыдущий она нам дает с тобой уже сложнее и жаль скандал не воюешь питью а я на это надеялся еще на прошлом ходу потому что обычно когда кто-то разрывает договор шанс подписания нового он увеличивается в новых патулвар как-то не любит искусственный интеллект когда ты разом заключаешь много торговли говорит это слишком просто для тебя будет слишком просто так делать нельзя можем попытаться вписаться против красноглазов зайти через торговлю и хотя бы прочнить связь 1824 не так уж далеко ушел наступить войну дает ты щенку для нас и это ты щенка сейчас серьезная сумма эти вампира на небольшой армии далее там скорее всего зомбаки голода это не отображает силы хотя ну в том же время первым которым не любит вспоминать лидически закрашивалась знамя до штаммар этот и полный стек 20 отрядов не всегда закрашивали знамя выиграть можно выиграть можно черный орк один гринго босс качалки ну то есть вот они трое кто могут нам не дать выиграть в остальном армия подъемная даже для такого гарнизона вот вопрос только в этой троице а если армия он раздробит сейчас собственно на четыре части это искусственный интеллект может сделать можно попробовать выбрать направление где стоят черные орки естественно если они без поддержки гринго и этого босса это черного орка мы разобьем и это даже задача минимум сейчас на самом деле даже если мы проиграем любом случае нужно уничтожить полностью черных черных орков уничтожить а дальше уже как пойдет как пойдет и что получится снарядов вряд ли хватит нам расстрелять и двух героев и армию всю а надеяться на гном и воинов я не стал надеяться на них все-таки не стоит сомнительно это занять пацаны пацаны с районом а вот он крутой вожак но если так вот посмотреть то сейчас придется крутого жака сносить черные орки у нас зажмут с двух сторон но все-таки хотя черные орки с большей вероятностью будут уничтожить со спины тут проще к нам зайти они пойдут захватывать точки а у нас ближайшая точка которую нам стоит удерживать вот и там придется драться именно на этом месте лишняя мишура убрана стрелять вышечка будет попроще перекрываем здесь скорее всего сразу ставим еще суда куда не этот отряд пойдет посмотрим дальше будет видно прижимайся дотянешься дотянешься и соответственно если сюда ударят мы готовы будем взрыв пакеты уже использовать вот артиллерия хотя вот идеально напротив черных орков но их может быть даже сейчас лучше не расстреливать есть риск того что мы таким образом их будем задерживать и они наоборот придут последними драться будем чепухой вот например стрелять даже стреляешь стреляешь но он не отходит я все-таки думал насчет маневрировать помните когда кислий штурмовал наш город вышкин там расстреливали артиллерия в том числе не маневрировали и не участвовали этом общем штурме ослабить отлично это вышка тоже надо будет ставить бжу ты не стреляешь тут есть возможность не времени не времени что тут нет такой возможности она есть просто вы косячите а вот в таком случае мне кажется искусственный интеллект вообще не готов выворачиваться когда мы стреляем по точке и и и а и и и и пусть ставится хотя бы первый уровень сейчас что здесь наверное надо еще одну баррикад ну что где взрыв пакеты не захотели ладно не страшно мелочи артиллерию разворачиваем другую сторону немножко не успели два-два-два-два активно главное не проспать момент если они вдруг побегут ну это поражение однозначное поражение итоге задача минимум это наш максимум сосредоточить огонь никто не должен уйти иначе они даже в малом количестве могут в итоге все ровно существовать почему здесь текстурат и она ее нет но она как бы есть мешает выбирать бойцы вот они сейчас из-под земли аки сородичей пошли ойга даже вполне предсказуемый холмик методы и способы прорыва наружу ну и все молодцы звезд с неба не сорвали но и орков тут порвали которых над дайте фургончики но фургончики это не наша цель на самом деле все таки фиолетовый легко возобновимый вариант потеряем а вот черные орки уже полностью слились бы про боеприпасов еще хватало но точку они поражали можно было бы еще призвать и гномы скавина ну что поделаешь следующий город уже будет увереннее себя чувствовать хотят кстати смотрите если в эту армию сейчас наш гарнизон разобьет еще соточка может таким образом и накопится максимал когда и гринго смотрите он пищи на разом выиграете ты или больше против вампиров довольное население и молоко и макайс такс но мы знаем что к сталтин где-то тут и лучше бы ударить наверное сразу там где он он ушел в данжин а если дотянемся лучше обезглавить вновь пусть и даже такую неплохую армию смотреть время пришло для модернизации он уже не такой слабый вещество или от тебя попробуем сюда тащить ты не успеешь но на перспективу будешь нужен по процентам борта не трогаем семь сотен есть торговля отодвинулась скатаем восток не хочет договариваться восток это дело тонкое нам тут надо ждать мстители которые тут примирители замирители они конечно хороши и постепенно их надо будет вводить может даже действительно заменять какие-то альтернативные базовые вариации а полностью на них бы полагаться не стал ух ты второй стык а тут уже гринго заявляет нам о своей готовности взять все таки следующее поселение торвано засада технологии исследования дохода торговой если дотягиваемся до этого поселения то берем раз не дотягиваемся то берем то что шаговой доступности вечеринги нам не нужны сейчас тоже тебя надо бы раскачать здесь надо что-то строить вроде там можно почему нет вы денежки позволяет содержание уменьшили самые дорогие отряды первую очередь поступают сюда даже изначально присутствуют именно тут горно оборона может тебя перебросить давай попробуем не факт что гринго уже пошел в нашу сторону но эта армия если бы я на предыдущем году ее сюда бы отправил успела точно я думаю его подходом сейчас уже вопрос большой ушел в туман дерзкий рубака скрылся в тумане доспехи для забияк и егерей ускорение перезарядки взрыв пакетов по большим хорошая штука взрыв пакет ритета на овка каменные печати скорость исследования ну давайте боевые уже навыки начнем изучать пусть будут егеря первыми что проверял проверял как минимум ничего не поменялось если это проверка было на прошлом сейчас можно сдавать день с нурку но это плохо на самом деле нам бы комфортнее было бы воевать с нурку чем с день день очень неприятный оппонент которого всегда хотелось бы избежать он то и как нейтральный такой вот игрок не очень хорошим потому что некоторые гадости он может накладывать с кем только не воюет а гринга прям уверен в себе но это для нас и хорошо для нас это куда лучше пусть и битва идет в поле где используем рельеф а вот какой рельеф используем между этими скалами если смысл размещаться в бою в ближнем бою я думаю большинство наших уже неплохо смотреться пацана плюс есть горняки чтобы связать его стрелячих пацанов значит наши арбалеты готовы сконцентрироваться ну на тех же троллях для начала для начала для начала в общем шансы есть и шансы есть черные орки уничтожили я бы в любом случае нападен тут черные мерками концентрировался бы на них первую очередь сейчас немножечко руки развязаны можно стрелками выбить парочку более значимых бойцов тролли тележки то что легко уничтожается защит арбалетов а потом уже настал бы черед героев ясно один пик меньше черные орки уже пропали без вести ты давай наверное прятать тебя не стану смысла нет хотя ладно работай сюда в толпу конечно за счет этого камня неплохо было бы зарядить но лес подать будем часто в деревья пройдет совсем мимо хотя и тут он не сказать чтобы постучался точно в дверь ролик нам заходят с фланга сквига прыгит тоже он и будет уводим значит бойцов а 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 let's а а и ну вот отлично герои хотя бы отвлекся взрыв-пакета я уж думал лучше был использовал развернулись в лесу если встретите то будет нам счастье у нас огонь блин поражали просто смяли не это слив сожалению гномы слились очень быстро безоговорочный слив первом раунде да есть тут еще отряды но их это планировал используют для фланговых каких-то маневров где-то сдержать где-то рожать а в итоге у нас все готово здесь бежать сдержать развернуться отойти назад развернулись тележку ломайте сейчас ломайте тележку вы почему-то мерзких проныр просто нагло игнорировали хотя приказ их расстрелять был давным-давно дан эти трусы вернулись разверните здесь попробуйте их проредить а нам еще боссов бить целом пару ошибок есть может все таки не стоило так рассчитывать на этих гномах слабых духов но порой веришь веришь всякие мифы небылицы да что гномы это стойкие ребята которых просто так не сломить пинти взрыв пакет и потом сражайтесь красавцы еще едьте возвращаются а кислевиты остаются здесь подходите назад боссы по-прежнему еще живы поэтому баланс в нашу сторону не качнется вперед отходим назад отходим если уж и проигрывать то лучше сейчас так чтобы забрать с собой героя а это нам под силу героя забрать хотя бы запуст там уже может замахнемся и на то чтобы уничтожить грингу но не стоит забывать что еще одна армия идет рядом все пока все же все же город пусть если устоит так что надо уходи уходи все равно уходи по факту на самом деле это мельница сыграла даже против меня возможно стоило выйти вперед и оставить ее прям именно фланг прикрывать так чтобы это выглядело еще надежнее и и гонган уходим 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 а мерзкие проныры порвут я думаю уже плохо так сосредоточиться сосредоточиться вы подходите ближе ну ладно сейчас они вернутся в любом случае вернуть подойдите чуть ближе убейте его этот парень на свинье может ускочить ускользнуть это будет очень нехорошо давай 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 как вы долго его бьете нет у нас столько времени нет у нас лена он тебя разбил ну тогда начинаем friendly fire сковать то его гномы сковали неплохо дамажит очень слабо тут и стрелять боятся ладно развернулись трусы давай 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 шанс есть шанс есть переключаемся на героя которого уже гномы не могут сдерживать что-то они его сопровождают блин и а и и и и и и и и и тут выглядят должны были мы все-таки еще и этого отпустили . он может вернуться еще потенциально но и я бы хотел все-таки его добить до этого момента успеете хотя бы залп сделать может может дотянетесь не ушел в принципе хотя баланс в него еще верит грингу черепка не загорелась вернуться может да он вернулся как карлсон на меня мне он не вернулся но гринга разорвет их все блин героя не уничтожили гринга ничего не могут сделать пока пол хп ему не снимут он будет жить но вот этот отряд подвел просто отвратительно отвратительно себя проявили там буквально продержись на секунд 30 больше я не требовал там слишком многого не требовал каких-то чудес просто сам кнут ряды и немножечко выиграть времени для своих братьев так пусть этот убегает и уже уставший уставший возвращаться будешь вряд ли баланс в ней в нашу пользу и мои побегут если сейчас начнут сражаться с гринга в этом огромнейшая проблема бегите глупцы бегите все он уже не вернется и у нее хп там осталось буквально на пол плевка а у меня нет больше будет снаряд так все это слив дурочек стреляйте блин да дурочек ну чё вы делают давайте все болты что остались направлять если у вас когда-либо вообще были болты помимо пивного шарика за которого возможно вы не встречались а здесь еще вот эта гадость прискакала да ну ка хорэ бежать да ну ка хорэ бежать ну тут нужно где-то оставить треть хп и может быть тогда еще в нас вдруг поверят но у меня слишком мало бойцов сейчас бойцов маловато чтобы треть хп хватило прорыв на флангу решил исход а 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 слишком много на стрелков полегло в начале из фланга залетели все то есть к прорыву тех же троллей и фургончиков мы были готовы мы их видели мы понимали что они за звери там просто в лоб когда вас бьют а вы бежать изволите это плохо это позор конечно гномов это позор но что сделать пусть с этим и живут а мы будем пытаться как-то исправлять что в наших силах до исправить то гномов не получится безусловно ну какие-то сильные стороны у них безусловно но на этой ноте на сегодня пока все друзья мои мы ждем следующих столкновений с гринга который собака и героя сохранил и армию почти не потерял он сейчас еще и и доукомплекту такие вот дела до скорой встречи с вами был вера всем добра пока